В Североказахстанской области выясняют, куда с недавно отремонтированной трассы исчезли свыше 50 дорожных знаков. На бумаге они точно есть, а на деле сельчане их не видели. Речь идет о дороге, ведущей к селу Заградовка. Ее реконструкцию завершили в конце ноября. Уже через месяц полотно стало разрушаться. Проблемой заинтересовались и депутаты районного маслехата. Репортаж Нургуль Ахметовый. Когда дорогу к селу Заградовка начали ремонтировать, местные жители сперва обрадовались. Ведь здесь раньше вообще не было асфальта. Но потом сельчане заметили, что работа ведется некачественно. На тот момент мы замечания делали, что когда они делают, смешивают щебень с бетоном. Когда они укладывают, и ширина этого полотна у них немножко не соответствовала. И ширину дороги, которую мы замеряли, она тоже не соответствовала. На сантиметр где-то 40-50. Несмотря на все замечания, в конце ноября дорогу приняли в эксплуатацию. 340 миллионов тенге, выделенных на 6 километров, подрядчику выплатили. А уже через месяц на новом асфальте появились выбоины. По документам на этой трассе установлено свыше 50 дорожных знаков прямоугольной, квадратной и треугольной формы. Но объехав все вдоль и поперек, мы смогли увидеть только старый помятый знак «Уступи дорогу» и вывеску белого цвета о начале населенного пункта. Хотя тоже непонятно, почему ее установили именно здесь. Ведь отсюда до самого села еще почти 6 километров. Кайрат Имонтаев руководитель отдела ЖКХ. Именно его подпись стоит в акте выполненных работ, где и указано количество установленных дорожных знаков. Чиновник утверждает, что видел указатели все до одного. Но вот куда они вдруг исчезли, не знает. А расскажите, какие знаки здесь были? 56 знаков? Здесь были знаки обозначения населенного пункта, конец населенного, ограничивающие знаки, предупреждающие знаки, главная дорога и так далее. Сколько их было? Ну, более 50, я сейчас точно не помню. А где они сейчас? Я не знаю эти знаки. Возможно, их или повредили, или украли. 56 дорожных знаков на небольшом отрезке трассы сложно не заметить. Сельчане говорят, не видели их здесь вообще. Там он утверждает, что украли знаки, что были. Нет, не было никаких знаков здесь. Я здесь живу, здесь езжу и не видел никаких 56 знаков. Тут полностью технология нарушена. Вот это ямы, это только цветочки, а ягодки все внизу под этим, под полотном. Там нет основания нормального. Эту встречу на дороге пропустили только подрядчики. Директор фирмы Эдуард Шандер говорит, что был уже в пути, но руководитель районного отдела ЖКХ по телефону сказал ему не приезжать. Вопрос, где дорожные знаки, строителя даже удивил. Говорит, были, точно были. Мотобуром вручную копали под столбы ямы, устанавливали туда знаки и заливали бетоном. Плохо их установили, что можно было бесследно вырвать? Нет, ну можно любой знак вытащить, это же не проблема. О проблеме с этой дорогой узнал и мажорисмен Карибай Мусырман. Он как раз по работе находится на севере страны. Депутат решил съездить в Заградовку и посмотреть, как отремонтировали трассу. Мы видим, что есть вопросы здесь, недоделки, как минимум, мягко сказать. Но как приняли местные власти, дорогу, это большой вопрос. Сельчане требуют, чтобы строители не просто латали здесь ямы по гарантии, а полностью все переделали. Куда делись знаки и были ли они здесь вообще, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Вопросом заинтересовались и в антикоррупционной службе. Нургуль Ахметова, Толи Ген Иманов, Североказахстанская область. Итоги дня.